Я думаю, сам бы Багариус, не только сербский, согласился смело бы со мной, что многие не только европейские политики, а и американского толка нуждаются в психиатрической помощи или медицинском освидетельстве. То есть, означает ли это то, что такой огромный, великий, можно сказать, магнат в своей области бизнеса, достигший, ставший после политического краха, можно сказать, от стороны левых управлением Америкой и в мире, в принципе, пришел, в принципе, еще больший крахоказусник и краховещатель Трампушка. Наш дорогой американский друг Трампушка, то есть, выходит, не тот критерий бабло, магнатство, бизнес, супер, достижения в этой области, это далеко не тот критерий, которым можно ставить на такую должность мирового, технического, военного, интеллектуального и тому подобного господства. Господство демократии, как примера этой демократии во всем свете. И вот Трампушка, выходит, он представитель всего этого величия, скатывается до чего? Скатывается, что после его любовных флюидов, посланий Путину, похлопывания, причмокивания, под... Все ниже и ниже явно доходит, то есть, он видит только в Путине, такого рьяного, действенного, не просто там седуна, почекуна, а такого экшен-мен, который там, ну, страх наводит. И не в Европе только, а и в Азии и тому подобное. Вот он в нем увидел такого братскую душу, ну, еще со своих старых тех делов, манафортовских и тому подобного. И явно Путин дает ему тоже какие-то эти, как бы посылы, на которые тоже Трамп реагирует посылами. Но вот произошел теперь казус. Иран отбомбил саудитов, Саудовскую Аравию. Какими-то дронами прилетели туда, отбомбили. Ну, это же уже не 90-е годы, Маткоболска-Ченстаховская, это уже век суперубийственных военных технологий, там где, да, кто его знает, кто-то пролетел, уже птица какая-то, молния шаровая. И уничтожила, побомбила хорошо нефтеперерабатывающий завод в Саудитах. И краев нема, я там не величайший инвестигейтор или там детектив голландский с бутербродом в кабуре. Ну, потому что им так политики свои билят, что вы давайте убивайте наших граждан, сбивайте самолеты, MH17, а мы будем за вас же, террористов, голосовать, чтобы вы вернулись в паре, в пасе. Так нельзя поступать, но так поступают политики, которые давят на этих инвестигейторах. Говорят, что тогда ваши какие-то украинцы, да нафиг она не нужна. Давайте нам цемаха, мы будем с ним тягаться, тягать его, якобы давить на Путина. Что вы же его там где-то там в кустах, в канаве, шли, наверное, бухали пивко рядом, и нашли его, и привели, да. То есть не нужно быть супермудрецом, чтобы понять такую простейшую истину. Трамп посылает Путину флюиды. Путин, интересно, нужны ли Путину флюиды Трампа? Ну, допустим, но не в той форме. Путину нужно от Трампа сбрасывание, убирание, зныщение усих санкций за его терроризм. Приглашение там его в семерку, чтобы была восьмерка, как раньше, в старые времена. Это уже, в принципе, не столь важно ему. Он уже и так перепугал всех, влияет. Так что ему сам кайф с теми, которых он уже перепугал. Ну, он там чувствует себя великим. А не с теми, кто еще не напугался. Те же яд державы в этой семерке и так далее. То есть Трамп его похлопывает, поглаживает, поузкивает. А Путин себе, гопа, ну раз ты такой, раз ты хочешь показать всему миру, политикам этому миру, что ты вот так вот по-небратски со мной фамильярничаешь. То тогда на тебе Трампушка саудитов. Вот была слабая цена на нефть. А мы сейчас бомбанем через якобы Иран. Ну, через Иран, естественно, но путеносными руками. И посмотрим, как ты теперь будешь похлопывать, Трампик. Вот чего стоят твои похлопывания? Пожмякивания, подстискивания. Ну, давай теперь постискивай, пожмякивай. А потом я еще что-нибудь придумаю. Еще там на кубе какую-то херю придумаю. И посмотрим, как ты потом будешь встискивать, подтискивать меня. То есть, когда Трамп, скорее, какой Трамп? Вооруженные силы Американ Нейшн долбанули в Сирии. То ли там за допомогой НАТО, то ли там за допомогой Эрдогана, которому Россия продает противовоздушные комплексы, которыми он потом сбивает российские самолеты. И ничего, нормальненько так. То есть, когда дивизию, ну, группировку этого Вагнера американцы накрываем дронами, то тогда Путин начинает подавать Трампу флюиды, намеки о дружбе, там бегает к жене, к Макрону, там цветочки дарит, букетики примаханные и тому подобное хрень. То есть, он чувствуется, что побегушечный инстинкт у него с юности вскрывается у Путина. А тогда, когда уже сам Путин бомбит и цены поднимает на суровцы, на нефть, там подобное на мировой арене, чтобы взлетели квартировки и тому подобное, чтобы и своя же нефть тоже была в продаже, а там и газ, а там еще что-нибудь бомбанет с газом связанное. Вот теперь давай, Трампушка, свои флюиды, те, которые ты на понтах бизнесовых заработал, что ты великий бизнесмен, но использовал свои понты в политике, там, где ты, Трамп, не сведущ, взагали. Вот и получается, что Трамп своим вот этим похлопываниями спровоцировал у Путина такую предстательку или что там еще, возбуждение, возбудил у Путина бомбардировку, безнаказанность для бомбардировки саудитов, саудитовских заводов нефтеперерабатывающих. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok